Кхм-кхм... Кхм-кхм... Оуу, здравствуйте! Зверьмместер! Играбитель злых хреновый журнал! Мы закончили с вами на том, что я был здесь, и я не помню читал ли я эту чушь. Знаете, что у меня... Какое у меня... Мне... Мне... Ой... Отличные товары из волос! Из волос! Отличные товары из волос! Бытовый Тур... Короче, довернон... Да! Я категорически... ...чётко понимаю, что абсолютно не читал всю эту... ...Бломахмактию. Но я однозначно точно помню, что брал отсюда ключ. Уш про этот ключ-то я не забуду никогда Ведь он принёс мне столько бесшутка! в действительности пока что он мне не принёс ничего. Да, это как раз тот самый этаж, на который я абсолютно не мог залезть с третьей части игры. Кстати говоря, совсем даже не уверен, что третью часть игры вообще делали при участии нашего старого доброго создателя и этой части игры. А он молодец! Мы просто обязаны отдать ему честь. Поэтому я читаю эту фигню. Крайне крайне интересное письмо. Оно прямо что-таки даёт множество намёков. Во-первых, здесь в первой части насколько я понимаю, первая часть, кстати, не главная. Самая главная, насколько мне кажется, это всё-таки постскриптум. Но вот в первой части говорится о неком воре, ну, псевдоворе. Вернее, некоторые вещи были передвинуты с места на место, и поэтому здесь говорится, что скорее всего это вор, который совершенно ничего не собирается воровать, а просто всё двигает и даже убирается на полках с косметикой. Это очень своеобразно. Причём также даже написано насчёт именно того, что а может это привидение? Ну и забавное же было бы привидение, если бы оно убиралось как раз, да, на полках с косметикой. Это было бы действительно крайне забавно. Но что самое интересное, я вполне могу представить себе здесь такое привидение. Учитывая, что именно они мне шептали на ушко. Значит, также здесь в постскриптуме есть, так сказать, референс насчёт музыки. Здесь опять упоминается музыкальный вечер. И также упоминается, как это сказать, насчёт этой вот песни, мол, дорогая мама, я, мол, конечно же, Бетти, но эту музыку ты хорош уже слушать на полную катушку. И причём она также упоминает, что ей нужно позаниматься на трубе, дабы, точно не знаю, может быть, выучить именно эту песню, а может быть, просто подготовиться к вечеру музыки. Но так или иначе, это отсылка к нотам, которые я находил в трубе. А эти самые ноты, у меня, кстати, такое чувство, что именно их нужно наиграть на фортепиано. Боже мой, как же оттуда всё гудит. Да, впечатление такое, что нужно именно их и наиграть на фортепиано. Проблема в том, что я не знаю нот. Не знаю их внешнего вида, по крайней мере. Итак, здесь нужно как-то осматриваться. Если бы я знал как, было бы совсем хорошо. Это место, это место, которое я, по всей видимости, всё-таки не могу вообще никак трогать. Очень похоже на правду. Это место, это место... Хорош дудеть! Ты! Звуки фиговые! Я что-то нападал. Возможно, теперь заработает эта фигулина? Да, она реально заработала. И да, кстати, там же был референс и к этой штуке тоже. А там было написано, что похоже, эта хреновина с водой толком не работает. Но мы уже рассуждали по поводу этого парня. И я так и не понял, какого чёрта этот парень так близко на меня смотрит. А ещё у меня такое чувство, что это какой-нибудь там Моцарт, ну или что-то вроде какого-нибудь там композитора, который умеет композицировать. Кстати говоря, совсем забыл. Я же... У меня же есть достойный повод смыться с этой крыши. Потому что я ещё пока не читал вторую надпись. Что за товары? Ну-ка, ну-ка. Не очень понимаю, в чём суть. Мыло... Оно и в Африке мыло. Насчёт туалетной бумаги, как и было сказано, восемь упаковок типа много. Хотя здесь нет ничего странного. Только насчёт жёсткости. Что? Шампунь. Он же обычный шампунь. Насколько я понимаю, здесь тоже ничего обычного, необычного. И здесь решили написать огромное количество разных всяческих знаков, которые говорят, мол, новые полотенца не нужны. А старые, мол, якобы жёсткие люди об них царапаются. Боже мой, там только что что-то опять шуршало, меня опять полностью, полностью прошибло в дрожь. Тварь опять на меня жужжит. Ну, в смысле, рычит. В смысле... А у меня опять слишком громко колонки, которые я опять не могу регулировать. Громкость. Понимаете, моё ужасное положение? Вот этот вот скрип, к счастью, ещё не так ужасен. Так, здесь ничего нет, здесь ничего нет, здесь ничего нет. Походу, это тупик. Любопытно. Это что, реально тупик? Те, тоже мне. Ничего слишком сильно особенного. Так, будем пытаться разобраться с этой фигнёй. Ха. Не очень понятно, что именно я должен сделать. Причём... Стоп. Одна двигается, а все остальные... Так, погодите. Я нажимаю на одну, это сбрасывает другую. Должен сказать, что в этой загадке я пока что не вижу никакого смысла. То есть, ну вообще никакого смысла. То есть, потянув за любую ручку, но только не на уже нажатую, абсолютно исчезает показатель в уже нажатой и повышается показатель в нажатой. А нажав эту штуку, я не могу добиться ничего. Просто ничего. Ничего. Причём странно, я когда первый раз нажимаю, ничего не происходит, а второй раз пших. Как работает эта фигулина, для меня лично тайно покрытая мраком. Причём мрачнейшим мраком. Таким мраком, которого многие мраки не видели. Но я предположу, что, скажем, вот, например, мы сделаем таким образом. Эту левую штуку я сделаю на полную. Блин, когда я выхожу и вхожу, она исчезает. Я могу заново её крутить. Скорее всего, это свидетельствует о том, что мне просто нужно их крутить в определённом порядке или же использовать здесь какой-либо предмет. Отвёртку, причём здесь использовать, явно глупо. Вообще, мне хотелось бы, чтобы в этой игре была бы карта, как в Сайлент Хилле. Ибо я слабо себе представляю, куда я ходил, а куда я не ходил. Да, ещё у меня есть идея насчёт этих картин. Возможно, те картины, которые в комнатах имеют номера комнат, а те картины, которые в коридоре имеют отсутствие номера коридора. Опять же, это лишь догадки. очень, интересно. Мало того, я очень надеюсь, что это правильно смонтирую, но мало того, что летающая хренулина влетела в картину, как бы на что-то намекая, так ещё и когда я сделал один шаг вперёд, здесь как будто бы что-то пробежало. Так значит, вот эта вот женщина у нас тоже в коридоре. Тоже в коридоре, да? А есть что-нибудь есть? Ведь сюда же что-то пробежало. Ну, походу, нет. Один только неработающий автомат, который я понятия не имею, как именно не работает и зачем он не работает и какого чёрта он здесь вообще стоит. Однако, правильную комбинацию с этими картинами подобрать пока что не получается. То есть я уже сделал, что в коридоре те, которые в коридоре те ничего не показывают, но это не помогает. Стоп! Генрих пятый? Вы серьёзно? Это Генрих пятый? Это вот она подсказка? Это всё-таки Генрих пятый? Я мог всё это время посмотреть на этого чёртова Генриха пятого. Ха! А ты кто? А ты кто? Вообще неизвестно. Блин, но почему? Почему мне говорят, что тот Генрих, он, видите ли, пятый? А про этих двух придурков не говорят ничего. Ничего? Ничего? Как я и сказал. Это странно. Открылась методом подбора. Поставил пятое, а всё остальное методом подбора. Очень интересно, подразумевалось ли, что человек, который не знает правильный ответ, сделает именно так или нет. Ну, так или иначе. Ууу, чёрт, что это вообще такое? Непонятная фигня. Какая-то тварь, какое-то заклинание. Сожрало оно у него, видите ли, песню. Говорит, что заклинание не сработает, если стих будет неполным. Говорит, не сдаётся, освободиться не даёт. Нужно увидеть Нюмезиду, руны нужно наложить, спасение и проклятие. Я затрудняюсь понять, что это значит. Что-что? Бронза здесь, а белая фигня тут. Это якобы, ну не то, что подсказка, но нечто важное. Ну-ка, ну-ка, если белая фигня тут, а бронза здесь, вероятно, не знаю, это тут, а это тут или наоборот. Непонятно. Ну, в общем, я понимаю, что эта штука должна быть где-то здесь. Я понимаю, что эта штука всегда появляется вовремя. Я так же понимаю, что прочитав про все элементы, можно сказать, что кроме этих элементов просто быть ничего не может. Я так же думаю, что, скорее всего, они следуют в определённом порядке. Именно сначала вода, потом мел, потом эта фигня, и, значит, скорее всего, дальше должно быть дерево, только потом песчаник, но где именно они должны стоять, для меня остаётся загадкой. Я даже разработал теорию, что они, скорее всего, должны стоять именно там, где этот круг пересекается сам с собой. То есть не вот в этой дыре, например, а именно там, где он пересекается. И, судя по этой теории, я должен всё это расставить примерно как-то вот так. Примерно так. И, скорее всего, здесь ничего быть не должно, просто потому что на фотографии ничего тут нет. Но проблема в том, что я до сих пор не понимаю, что именно здесь всё-таки нужно сделать, и как именно их положить. Вплоть до того доходило, что я, например, делал так, и перекладывал вот так вот, буквально по кусочечку, по кусочечку, с надеждой, что, может быть, что-нибудь всё-таки произойдёт. Но фишка в том, что ни черта не происходит. Дэс. Так что вот сейчас вот я насмотрелся на всю эту фигню довольно долго. Мне кажется, что если я сразу... Не пугай меня, фигня. Если я сразу же пойду на мост, предположим, я сейчас сразу же пойду на мост, чёрт. Кто посмел? Оно узнает, что ты делаешь. Ты должен уходить. Твой брат ждёт тебя. Не волнуйся. Ты скоро к нему присоединишься. Ой, не нравится мне это сообщение. Ой, не нравится. Даже слишком. Чёрт, поезд. Но здесь вроде всё-таки никаких признаков поезда. Блин, мурахи меня замурожили. Ладно, считается ли это как за подсказку? Добрый, бла-бла-бла. Тим Пайк. Ну блин, я... Я пришёл. Ты не будешь мне подсказывать, да? Чёрт. Опять телефон. Ну ё-моё, вы меня достали. Ясно. Больше ничего вы мне не скажете. Скорее всего, телефон даже не имеет в себе никакой особенной ценности. Хотя, с другой стороны, думать так довольно опасно на случай, если он всё-таки имеет особую ценность. Ах уж мне эти подъёмы с тёмным экраном. Что я так впился именно в эту загадку? Мне интересно. И ещё мне интересно, где она вообще была, потому что я забыл. А, кажется, всё-таки здесь. Так, хорошо. Как же мне тебя решить, сволочь? Что за фигня? Я почему-то не могу пошевелиться. Это реальный поезд-призрак. Это вы сволочи. Я всего лишь хотел всё-таки получить чёртову подсказку. А вы... Гады вы, вот вы кто. Ну что ты... Я... Я пришёл к тебе. Я пришёл к тебе. Мост. Мост, я хочу подсказку. Я не понимаю, как ты, сволочь, работаешь. Я вроде... Я стоял у той загадки целую вечность. И я пришёл к тебе. А ты... Ничего мне не даёшь, мост. Ты... Ты охренел. Что ж, после нескольких попыток я авторитетно заявляю. Мне нихрена непонятно, как работает система подсказок в этой игре. Так или иначе, ту загадку решить я пока что не могу. Этот телефон, честно говоря, достал. Просто надоел. Это уже было. Да, да, я понял. Блин, неужели это всё повторяется или просто я что-то не так сделал? Так, секунду. А это что-то, с чем я могу интерактивировать? Если да, то я совсем забыл об этом. Этаж, не этаж, подвал... Эй, дурацкие звуки, прекращайте. Серьёзно. Ай, они мне все жутко надоели. Так, окей, окей, окей. Что я хотел... Ах, да, песчаник и прочая хрень. А-а-а-а-а... О-о-о-о-о! У-у-у-у, чёрт! Неужели мне это надо рисовать? Так, там был кружик... Олкас, Олкас, ага, 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 Олкас, кружок, кружок, и сверху такая хрень, ну вот я вроде бы, вроде бы записал, Эй, что, что, я больше не могу этого делать? А, могу, 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 я вроде бы это записал, но, честно говоря, мне хочется повторить результат, хотя я забыл, как именно я сделал этот результат Черт, что я куда клал? Вот что значит сделать что-то бездумное, нет, все эти варианты я уже делал, мэйби тебя сюда, кстати, я совершенно точно все-таки понял, что их действительно надо класть именно на пересечения Кладешь их на пересечения, значит делаешь все правильно Так, предположим, что тебе сюда, тебе сюда Ммм, я забыл, как это было Окей, ладно, давайте так, если я что-то не так записал, то я увижу это на видео и запишу заново Не могу повторить свой результат, я забыл, он у меня получился слишком случайно, чтобы я как-то смог акцентрировать... акс... 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 Чтобы я бы смог хорошенько обратить на это внимание Посмотрите на мою кухню, она не мытая, Фрэнку будет стыдно Надоели внезапные голоса, внезапные голоса, достали внезапные голоса И вообще там, где надо или нет? Кажется, да, фу, кажется, да Уже перепугался, что не там, где надо стою Так, погодите-ка Я только что что-то сделал, возможно, даже открыл эту дверь Я открыл эту дверь, вау Вау Я опять же сделал это, точно не знаю, какой комбинации Я просто знал, какая из кнопок вторая, какая третья, какая четвертая Остальное получилось само Интересно, игра действительно рассчитывает на то, что я буду знать только часть комбинации Остальное пойму методом тыка Это, кажется, фотолаборатория Стоп! Именно эту местность явно использовали те студенты Бла-бла-бла, бла-бла-бла, и того, спасибо за покупку Нет Это нас особенно не привлекает Что же нас в таком случае может привлечь в этой местности? О, фотографии призраков, конечно же Фотографии довольно жутких призраков, конечно же Стоп! Здесь что-то интересное Не похоже Кровать Некая книга Не понимаю О, чёрт! Эти фотографии довольно жуткие Я вам вот что скажу А Здесь не знаю, просто тень Не понимаю Тоже Странно Якобы тень Мне больше понравился вот это Это, конечно, кошмар Ну и да, и Как будто кто-то спускается У, чёрт, это ещё что такое? Прочитал почти что всё это Не увидел никаких Каких-либо важных Сведений, серьёзно Мы фотографировали Обалденная комната Классные фотографии Все дела По-моему, ничего стоящего Я не узнал Так Оба-на Теперь у меня есть Я не знаю, что это По-моему, это похоже на Какую-то железнодорожную стрелку Переводящую какую-нибудь фигню Опять же, у меня есть ключ Тоже не знаю, к чему бы мог быть этот ключ Мне кажется, или как капает, здесь что-то шевелится Наверное, у меня глюки всё У меня глюки, вызванные общей Нервной напряжённостью Которая, в свою очередь, вызвана атмосферой Которая мне очень нравится Чёрт, побери Эти держащие фигульные Довольно хреновые И, кстати говоря, если мне нужно будет туда вернуться Я не знаю кода Нет, погодите-ка Открывается всё равно Очень надеюсь, что они заставят меня заново что-либо такое делать Потому что кода я не знаю Ну и думаю, последнее, что я сделаю на сегодня А сегодня, как видите, я делаю довольно мало Но как уж получается Я как всегда записываю Ой, кстати, не как всегда Но я записываю чертовски поздно Уже первый час ночи Ну так вот В мужском туалете было замечено Ха, любопытно Ну так вот В мужском туалете было записано Да Очень интересная хренулина Которая мне, по всей видимости, тоже нужна Она говорила, что мне нужно собирать знаки И, по всей видимости, это один из них Пум-пум Ларсус Ларсус Да, и на этом, я думаю, мы заканчиваем сегодняшнее видео По двум причинам Во-первых, спать пора А во-вторых, я пока что всё равно не знаю, что делать Нужно тыркаться Ба-бай